Здравствуйте! С вами новости на Первом Караганинском, студии «Анэшел Корбек». В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С проблемами жителей дома номер 9 по улице Нуркена-Абдирова разбирался наш корреспондент. Государственная программа модернизации ЖКХ призвана улучшить обслуживание и сохранность жилого фонда. Существует и государственная поддержка по выполнению капитального ремонта зданий. ТО «Жилсоцсервис» такой ремонт и выполнил в доме 9 по улице Нуркена-Абдирова. Жильцы радовались, но до тех пор, пока не увидели сметные расчеты и не получили первый удар по голове от осыпающейся штукатурки. Сразу возник вопрос, за что деньги платить? И деньги немалые. В среднем с квартиры по 200-250 тысяч тенге. Правда, платеж растягивается на 7 лет. Но, учитывая качество ремонта, дом требует уже сегодня обновления. Жильцы не против программы модернизации ЖКХ. Но не в таком исполнении. Даже договоры о строительных работах были подписаны не всеми. Единственное, что я с ними подписала договор, ввиду того, что это теперь новая КСК, на ежемесячное обслуживание, то есть то, что платится в КСК. И эти взносы я оплачиваю. То есть за ремонт я не подписала ни договор, ни, соответственно, не вношу платежей. Дальше больше. Оказывается, большинство договоров оформлены просто жульническим способом. Подписи жильцов подделаны. То есть я когда ознакомилась с материалами дела, я увидела, что напротив моей фамилии стоит не моя подпись. И таких здесь я не одна. Многие жильцы и не знали, что они поставили свои подписи под протоколами и возмущены этим. Что они не подписывали протоколы никакие. Что их подписи подделаны там. Кроме одной квартиры. Вот они, мы довольны. То, что есть просто люди старенькие, они просто не хотят ни с кем связываться. Мы специально написали такие подписи, которые у нас в паспортах. Можно взять протокол, потому что я вообще удивилась. Мы вообще с мужем на разных фамилиях. И у меня моя фамилия Ки-То-Ва всю жизнь. А они написали, что Титовы и подделали нашу подпись. Подделанные подписи – это еще полбеды. В подъездных окнах нет форточек, а должны стоять трехсекционные. Показали красивый подвал. Пришел директор эргономики. Оказывается, это нам подарили американцы. То есть они подарили эргономики. Они взяли пять пилотных домов. И все это в основном, там все это вот красивая система. Отопление, горячей воды, котлы. Они, кажется, подарены нам. То есть мы не должны за них платить. После реконструкции в подвале горячая вода стала на порядок дороже. В собрании мне как сказали, будете жить чуть ли не в раю. Рай я на своей шкуре испытала. 12-14 градусов в моей квартире было. Я заплатила по полной катушке. Даже больше, чем платили вот рядом дома, которые от общегородского тепла шли. Я заплатила еще больше за то, что мерзло 12 градусов. Претензий выслушивать никто не хотел. А золотая водичка все же дает очень полезный эффект. Контрастный душ. И все из одного крана. Чтобы до меня дошла вода, мне нужно два ведра слить. Два-три ведра нужно слить, чтобы пошла горячая вода. Вот и мы ходили, мы им говорили. Говорят, не может быть, не может быть. Сколько раз мы говорили, придите, посмотрите. Мы тоже вот пожилой человек, пенсия, сами знаете какая. Я тоже, я не могу такие деньги платить. Выставили мне сейчас пять с половиной тысяч. За что это? За что надо платить, знают в ТОО Жилсоцсервисе. Дабы доказать свою правоту, они подали иск на неплательщиков в суд номер два Казаикбийского района города Караганды. Вынужденная мера для того, чтобы взыскать государственные деньги, не чьи-то деньги, а государственные деньги взыскать. Мы были вынуждены обратиться в суд с иском на 13 из 128 собственников. Здесь каждая подпись, с каждым человеком разбирались. Здесь есть оригиналы, подделать подписи. И вот, может быть, кто говорит, например, он, может, вообще не подписался. Две третих подписались, значит, есть такой принцип демократического ценности. Две третих подписались, значит, остальные должны выполнять решение. Правда, как быть с очевидными приписками в сметном расчете? В данном сметном расчете огромное количество нарушений. Града металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам без цоколя, высотой полтора метра. Здесь явно не метр пятнадцать. И вот это очень сложно представить, что это бетонный цокольный столб, и натянутой сетки я здесь также не вижу. Но можно и по мелочам еще придраться. Из-за того, что нет стоков, да, во время дождя, значит, вода идет через окна. Как она в струю идет, через окна, и на окнах потом остаются вот эти стоки грязные. Ерлан Рахимов, призванный защищать интересы жильцов, считает, что это пробный шар ТО «Жилсоцсервис». Они собираются подать на 13 человек, посмотреть, что из этого выйдет. Если они выигрывают, то под раздачу подают все остальные. Это я вам гарантирую. Поэтому уже сегодня подаются заявки на назначение почерковической экспертизы, судебно-строительной экспертизы. 5 февраля первое заседание суда. Жильцы настроены добиваться справедливости. Сергей Высокосов, Габиден Курушпеков, Бахтияр Оспанов, Первый Карагандинский. Три воспитанницы специальной школы-интернат для детей с девиантым поведением попали в больницу. Они вскрыли себе вены. Как казалось, довел их до этого другой трудный подросток. Девочки объяснили свое действие тем, что он их обижал, обзывал и домогался. Специальная школа-интернат для детей с девиантым поведением находится в поселке Керней. Вскрыв себе вены, 15-летние девочки, возможно, хотели обратить внимание взрослых на их жалобу. Только почему именно таким способом – непонятно. По их словам, воспитанник этой же школы домогался их. Позже выяснилось, подросток страдает психическим заболеванием. В настоящий момент его поместили в психиатрическую больницу в Караганде. Пострадавшим же оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное. По групповому суициду продолжается прокурорская проверка. Еще одно самоубийство произошло в армии. Застрелился командир воинской части Нуржан Кадишев. По данным областного центра, скорой медицинской помощи и управления здравоохранения, он был доставлен в реанимацию областного медицинского центра из своей квартиры. У 34-летнего командира было огнестрельное дробовое ранение в сердце. Не приходя в сознание, он скончался. В дежурной части воинского учреждения факт самоубийства подтвердили, а ружье, из которого был произведен выстрел, зарегистрировано в органах внутренних дел на имя погибшего. В данный момент проводится следствие. Это не единственный случай самоубийства. Ранее еще в одной воинской части внутренних войск в Министерство внутренних дел в Караганде застрелился военнослужащий Ренат Акмулдинов. В последнее время тема самоубийства становится все более и более актуальной. По официальным данным, за последние 10 лет суицидальные проявления в Казахстане ежегодно снижаются. Правда, последние события в Караганде сколыхнули всю общественность. Напомним, буквально за одну неделю свели счеты с жизнью 4 подростка. Организованные в Караганде обучающие курсы для работников здравоохранения, образования и внутренних дел направлены на выявление и предупреждение суицида среди населения. В областном психоневрологическом диспансере специалисты Республиканского научно-практического центра психиатрии и психотерапии рассказали о основах диагностирования и коррекции суицидальных наклонностей среди казахстанцев. Уклон был сделан на подростковых проблемах. У подростков это происходит достаточно часто, но в большей степени все-таки в подростковом возрасте характерен не столько завершенный суицид, то есть тогда, когда заканчивается смерть, сколько демонстративное поведение. Установ встречается намного чаще. Официальная статистика отмечает, что на 100 тысяч населения случается 19,2 суицид. Но специалисты Республиканского научно-практического центра психологии и психотерапии считают, что абсолютные цифры не могут дать полной картины реальной ситуации. Ваша область находится где-то в середине по количеству суицидального поведения, завершенного суицида среди всей республики. То есть ее цифры ближе все-таки к среднему по республике. В Казахстане планируется создать Республиканский научно-образовательный центр суицидологии. Эта инициатива нашла министерскую и правительственную поддержку. А пока стройной системы и единого подхода к проблеме нет, но уже разрабатывается методология и собираются материал для нового центра. Сергей Високосов, Кайрат Рашидов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. В Караганде финполовцы задержали руководителя управления по инспекции труда области Мурата Каракикилова, его заместителя Алмаза Махатова, а также руководителя Железгазганского отдела по инспекции труда Салимжана Ауэзова. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что они получили взятку в особо крупном размере, а именно 2000 долларов США за вынесение положительного заключения о виновности работодателя по несчастному случаю, который произошел в середине декабря прошлого года с работником ТО корпорации «Казахмыс». Сегодня в легкой промышленности нашей страны существуют различные проблемы. Все меньше казахстанцев отдают предпочтение одежде отечественного производства. Об этом на днях за круглым столом обсуждали бизнесмены и представители учебных заведений шахтерской столицы. На днях по проблемным вопросам легкой промышленности за круглый стол сели представители различных предприятий области – образовательные учреждения, в которых готовят будущих специалистов. За ним шла речь о том, что одежду и обувь отечественного производства покупают слишком мало казахстанцев. Сами участники легкой промышленности предприятия, они знают и швейники, и огурники, и производители трикотажных изделий, ничего очень страшного. Сегодня, к сожалению, статистика константирует такой факт, что 8% всего лишь казахстанской одежды сегодня имеется у нас на рынке Казахстана. 1% всего лишь покрываемые свои нужды Казахстана – это касательно обуви. Сегодня в стране существует несколько программ, которые должны поддерживать предпринимателей. Это и дорожная карта бизнеса, и программа занятости населения. На самом деле, всё выглядит не так радужно. Государство не учитывает, что, например, на швейном производстве – низкая заработная плата и тяжёлый труд женщин. В течение 8 часов они изготавливают продукцию, которой они пользуются спросом у населения. Это психологически тяжело, да и хороших специалистов, дизайнеров не хватает. У профессии нет престижной планки. Очень сложно конкурировать сегодня на рынке, когда рядом у нас Поднебесная страна, рядом у нас с вами солнечная Турция, и причём условия самой поставки продукции сегодня для нас разнятся. Бизнесмены хотят достучаться до правительства нашей страны, чтобы они прислушались к насущным проблемам лёгкой промышленности. За круглым столом затронули речь и о проведении государственных закупок, в которых существуют коррупционные нарушения. Сразу всё не решишь, поэтому Палата предпринимателей Карагандинской области заинтересована помочь всем без исключения. Николай Кровецкий, Рад Рашитов, Бахтиар Руспанов, Первый Карагандинский. Жизненный путь ветерана войны и труда Нины Сорокиной может служить достойным примером людям разных поколений. Она на 15 лет старше нашего города и сегодня на кунуне 80-летия шахтёрской столицы женщина отмечает свой 95-й год рождения. С этой весомой датой здание Дворца культуры Майкудука её поздравили руководители Караганды и жители нашего города. Об этом расскажет наш корреспондент. Вот так и училась у меня в правой жизни. Нина Николаевна Сорокина – личность, которая относится к той когорте людей, о которых писатель Владимир Маяковский говорил. Гвозди бы делать из этих людей. Она родилась в семье бывшего гвардейца императорского полка Николая Сорокина. Судьба этой женщины сложилась, как для многих её сверстников – школа, институт и война. В 1941 году после окончания Воронежского медицинского института Нина Сорокина по распределению была направлена работать с участковым врачом в Алтайский край. Однако недолго длилась её предвоенная мирная жизнь. Внезапно началась Великая Отечественная война. Нина Николаевна не могла оставаться в стороне. Она с четвёртой попытки убедила районного военкома отправить её на фронт, чтобы помогать раненым солдатам. После окончания войны она была демобилизована из рядов Красной Армии. В Караганду Нина Сорокина приехала в 1950 году. С тех пор её судьба прочно связана с Казахстаном. Особенно мне дорога медаль за оборону Сталинграда. В Караганде я была награждена Орденом Трудового Красного Знамени, знаком отличных здравоохранения СССР. Самая последняя дорогая награда – это уже Назарбаев меня наградил. После выхода на пенсию Нина Сорокина работала в медицинских учреждениях Октябрьского района. Важную роль в её жизни занимает общественная деятельность. Она неоднократно становилась депутатом районного и областного совета народных депутатов, принимала участие во многих общественных комиссиях, является членом ветеранской организации Октябрьского района и активно участвует в ветеранском хоре «Надежда». Сегодня Нине Николаевне исполнилось 95 лет. С этой весомой датой её пришли поздравить представители городской власти. Вы для нас пример для подражания. Женщина, которая умеет всё. Которая перенесла в жизни тяготы войны. Было период становления. Но всё, она выдержала стойко. И до сих пор в строю. Нина Николаевна, самое главное – оставайтесь такой же, какая вы есть. У нас впереди много ещё мероприятий. У нас 80-летие города, у нас 70-летие победы. И самое главное – мы вас очень любим, ценим и боготворим. Сегодня в адрес Нины Сорокиной прозвучало много разных и добрых слов и поздравлений. Ей дарили подарки и цветы. Жители нашего города гордятся, что рядом с нами живёт такая мудрая женщина. Здоровья вам, Нина Николаевна. Николай Кровецкий, Ратр Шитов, Бахтер Успанов, Первый Карагандинский. В минувшие выходные в городе состоялась традиционная ярмарка, участие в которой приняли сельхозформирование разных регионов Карагандинской области. Качественные и недорогие продукты питания можно было приобрести в районе торгового центра «Юбилейный», «Гринмарт» и на площади перед магазином «Турист». О том, как прошла ярмарка, далее. Жительница Караганды Мира Шипошатова ждала эту ярмарку давно. Для неё это, как и для других пенсионеров, отличная возможность приобрести мясомолочную и плодовочную продукцию, не выезжая далеко на рынок. К тому же всё здесь по доступной цене. Это очень хорошо, что проходят такие ярмарки. Специально звонила в Акимат, уточняла, где во сколько она начинается. Мяса много, масла, молоко – всё по низкой цене для народа. Особенно для нас, пенсионеров, хорошо. Нам ведь тяжело зимой постоянно на рынке закупаться. А такие ярмарки удобны тем, что близко расположены. С наступающим всех праздником! В сельскохозяйственной ярмарке приняли участие крестьянские хозяйства Абайского, Актугайского, Бухожиралского, Раноаркинского, Каркаролинского, Осакаровского и Ишетского районов. Все они представили продукцию в самом широком ассортименте – мясо, яйца, молочная продукция и овощи. По цене ниже рыночных их можно закупить в социальных павильонах. Также, как вы видите, работают и в социальном павильонах, где реализуются продукции ниже рыночных. Это и кладолочная, и бокалейная продукция, молочная, мясная. Основная цель – это, конечно, чтобы люди, наши жители, могли приобретать качественную продукцию наших производителей. Ярмарки будут проходить каждую субботу до марта месяца. Присоединяйтесь с другим жителям, которые закупают к празднованию. 80-летие города – все самое необходимое. Возможно, и для вас это станет хорошей традицией. Ярмарка, спасибо вам большое, что организовываете нам, нам помогаете, пенсионерам. Большое-большое вам спасибо. Хорошо, можно все брать. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Это все новости на сегодня. До скорых встреч Аманса Уолгустер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова